СПАРТАК По населенному пункту Зайцево ген ввелся с позиций вооруженных сил Украины и захвачен в буферной зоне населенного пункта Жованка. Прошу на данный факт обратить внимание представителей миссии ОБСЕ. Разведка Донецкой Народной Республики продолжает выявлять факты перемещения личного состава и сосредоточения вооружения противника на линии разграничения. Так, в районах населенного пункта Алаковка, 13 км от линии соприкосновения. Отмечено прибытие 15 единиц военной техники САУ, пушки Д-30, танки БТР. Победа 6,5 км. Выявлено 2 САУ и 4 танка. 1,5 км. Северо-восточная селенная пункта Светлодарская. Это 7 км от линии разграничения сторон. Выявлено в ангаре 4 152-мм орудия. Маринка. 1 км. Отмечено прибытие 6 автомобилей с боеприпасами. Кроме того, в своем отчете от 6 января миссия ОБСЕ установила факт отсутствия в местах хранения вооруженных сил Украины запрещенных вооружения 6 пушек Д-48 калибром 85 мм. Разведка армии ДНР продолжает фиксировать концентрацию личного состава с запрошенным вооружением в захваченных вооруженных сил Украины в населенных пунктах буферной зоны. Так, населенный пункт Широкино. Выявлено усиление батальона АЗОВ подразделением вооруженных сил Украины. Населенный пункт Водяное. Установлено, что батальону Айдар, который там находится, на усиление есть один из батальонов 93-й отдельной механизированной бригады. Также в своем январском отчете миссия ОБСЕ отмечает перемещение к северо-востоку и востоку от города Мариуполя на подконтрольном вооруженных сил Украины территории 5 САУ. По нашим оценкам, указанное вооружение может быть задействовано в провокациях вооруженных сил Украины при обстрелах подконтрольных к себе населенных пунктах. Уже сегодня команда вооруженных сил Украины заявляет об обстреле пригорода города Мариуполя, в частности северной окраины населенного пункта Лебединска из минометов калибром 82 мм. Обращаю внимание, что ближайшие позиции вооруженных сил ДНР от места обстрела находятся более чем в 6 км, а технические характеристики данного вида оружия не позволяют вести огонь на такую дистанцию. Кроме того, в этом же районе разведка вооруженных сил ДНР установлен факт взаимного обстрела боевиков ДУК «Правый сектор» с военнослужащим 501-й отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины. Причина разногласий – мародерство морских пехотинцев населенных пунктов буферной зоны. Во время ротации украинских силовиков отмечаются факты вывоза оружия и боеприпасов вглубь Украины. Так, в пункте пропуска «Межевое» за незаконный вывоз оружия из зоны АТО задерживаем на случай 43-й отдельного мото-пехотного батальона вооруженных сил Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok